Доброе утро, уважаемые коллеги. Конечно, не все они стали позитивными, отрицательный результат – это тоже результат, но те положительные исследования, которые были в этом году представлены, я думаю, что в ближайшее время они изменят стратегию лечения больных опухолями желудочно-кишечного тракта и в ближайшее время войдут в наши рекомендации и стандарты. И начнем мы с рака желудка. Сегодня уже звучало не раз о том, что активность иммунотерапии первоначально изучается с третьей плюс линии, постепенно перемещаясь к первой линии терапии. И вот совершенно новым витком, новой ступенью для изучения активности иммунотерапии является неодевантная терапия, то есть это абсолютно новая ступень. И вот если говорить о раке желудка, то в этом году на АСКО было представлено исследование неонепига. Это исследование по оценке переоперационной комбинированной иммунотерапии у больных раком желудка и кардиозофагиального перехода, имеющие признаки микростелитной нестабильности, либо дефицитный ММР-статус. И что мы видим? 32 пациента, которые в качестве переоперационной химиотерапии получали комбинацию Ниволумаба, стандартный режим дозирования 240 мг каждые 2 недели, и раз в 6 недель получали Ипилимумаб 1 мг на килограмм. Суммарно длительность терапии составляла 12 недель. Через 5 недель после неодеванта пациенты подвергались оперативному лечению, и еще через 4-8 недель продолжали уже одевантную иммунотерапию. Использовался только Ниволумаб 480 мг, каждые 4 недели 9 введений. Ну и безусловно, в переоперационных режимах главную роль для нас, на что мы должны ориентироваться, это частота полного патоморфологического ответа. И что же было показано? Значит, полный курс на иодевантной терапии завершили 84 пациента пациентов. Нежелательные явления тяжелой степени были не так часто, но тем не менее это почти 20%. И представлены они были в основном это гепатотоксичностью, повышением трансиминаст и развитием гастроэнтероколитов. И если мы посмотрим на эффективность, оценивалась она по критериям Resist 1.1, то у 16% больных был зарегистрирован полный регресс, 38% частичный регресс, то есть достаточно высокая частота объективного ответа. 34% стабилизация, у 12% пациентов эффект не оценивался и признаков прогрессирования заболевания не было зарегистрировано ни у одного пациента. Прооперированы были 91% пациентов, 3 пациента не прооперированы, у одного из них интероперационно был выявлен карциноматоз, поэтому операция носилась сугубо эксплуатативный характер, а 2 пациента отказались от операции, поскольку был зарегистрирован полный клинический регресс и по данным ФГДС и по компьютерной томографии опухолевый субстрат не определялся. Все пациенты, кто был прооперирован, прооперированы в объеме Р0 и что мы видим? Мы видим, что частота полного патоморфологического регресса в ПСР составила почти 60%, колоссальная цифра. Проведение наудивантной иммунотерапии комбинированной не увеличило частоту послеоперационных осложнений и осложнения третьей степени тяжести наблюдались всего лишь у 21% больных, то есть это примерно сопоставимая цифра, когда мы используем системную химиотерапию. И если посмотреть на степень регресса, то обращает внимание колоссальная частота достижения полного патоморфологического регресса. Курсы одивантной терапии начали с 79 пациентов, прерван курс был у 35 пациентов, и лишь у 13 из них по причине развития иммуноопосредованных нежелательных явлений. Ну и если мы посмотрим на спектр, то это те же самые гепатотоксичность, энтериты, и у двух пациентов были признаки повышения креатинина, то есть нефротоксичность и гематологическая токсичность у одного пациента. И если мы посмотрим на показатели выживаемости при наблюдении почти 15 месяцев за больными, мы видим, что ни у одного пациента не возник рецидив заболевания, даже у тех пациентов, которые отказались от оперативного лечения, и на протяжении всего этого периода наблюдения все пациенты остаются живы. С аналогичным исследованием по оценке эффективности анти-CTЛА и анти-ПДЛ-1 препаратов, но уже только в неудивантной терапии, это исследование, которое было представлено тоже на АСКО, второй фазы, 31 пациент с резиктабельным раком желудка или кардиозофигального перехода, и здесь было два рукава. Пока нам доступны данные первого рукава, во второй рукав происходит набор пациентов, и что было в первом рукаве. Здесь пациенты в качестве предоперационной терапии получали комбинацию 3 мммаба, одно введение и 3 введения дурволумаба с периодичностью каждые 4 недели. Через 4 недели они подвергались оперативному лечению и в дальнейшем оставались в группе наблюдений. То есть после операционной терапии у них не проводилось. И также в этом исследовании главным была оценка частотой ПСР, то есть достижения полного патроморфологического регресса и определение, то, о чем сегодня уже говорили, очень много акцентируется на это, внимание, приведение циркулирующих ДНК. И что мы видим? Из первой группы было суммарно 18 пациентов, трое из них вышли из исследования, из 15 оставшихся пациентов 14 были прооперированы. Здесь также один пациент отказался от оперативного лечения, поскольку был достигнут полный клинический регресс. И когда больные были прооперированы, то обратите внимание, здесь такая же высокая цифра. ПСР составил 60%. МСР – это мэджер СР, это подобный маркер, подобный показатель, при котором допускается не более 10% живых опухолевых клеток. Он составил 80%. У всех пациентов, у которых был достигнут полный патроморфологический регресс, отсутствовали циркулирующие опухолевые клетки до начала оперативного лечения. Конечно, ПСР был гораздо выше у пациентов с изначальной Т2-Т3 стадией, по сравнению с больными, у которых Т4, опухоль первичная была. Это 90 против 17%. И было показано, что ПСР не зависит от Н-статуса и не зависит от уровня СПС. Поэтому двойная иммунотерапия демонстрирует крайне высокую эффективность у больных с наличием ДММР-статуса или микростелитной нестабильности в качестве предоперационной химиотерапии. А вот исследование, которое касается монотерапии, моноонкологическим препаратам, исследование ИМОТЭП – это оценка в качестве предоперационной терапии только монорежим пембролизумаба. Здесь в этом исследовании было несколько рукавов. Когорта Б – это были больные раком желудка и кардиозофигального перехода. И у них было 2 введения пембролизумаба по 400 мг один раз в 6 недель. Но, к сожалению, в этом исследовании, когда оценили полный патоморфоз опухоли после оперативного лечения, цифра оказалась очень высокая – всего лишь 25%. И, возможно, вот как считают сами авторы этого исследования, возможно, это связано с тем, что малое количество циклов терапии было выполнено до операции. Но на самом деле, если посмотреть, то 2 введения пембролизумаба по 400 – это фактически полные 12 недель терапии, то есть такой достаточно полноценный курс предоперационного лечения. И, на мой взгляд, вот эта низкая эффективность, она обусловлена как раз-то монотерапией, а не комбинированным лечением. А если говорить о применении в качестве переоперационной терапии комбинации химиотерапии антипидиол-1 препарата, это рандомизированное исследование, которое было представлено китайскими коллегами. Здесь достаточно большая уже когорта больных. Это больные, которые имели местно распространенный рак желудка или кардиосфигальной перехода, 108 пациентов, и при этом необязательным было условие наличие микростыльтной нестабильности или же наличие ДММР-позитивного статуса. Здесь пациенты были разделены на два рукава. Стандартный режим предоперационной химиотерапии – это кселокс-3 цикла с дальнейшим оперативным лечением и проведением уже пяти циклов адевантной химиотерапии по прежнему режиму. Исследуемая группа – это больные, которые получали антипидиодин препарат Ториполимаб. Это препарат китайского производства, который достаточно успешно сейчас исследуется. При различных солидных новообразованиях, и в том числе при раке желудка. И, естественно, здесь тоже главной целью была оценка степени лекарственного патоморфоза. И что было показано? Было показано, что степень регресса опухоли 0,1, то есть полный регресс с полным отсутствием опухолевой ткани, и наличием опухолевой ткани не более 10% во всем макропрепарате. В группе больных, которые получили химио-иммунотерапию, она в 2 раза выше по сравнению с больными, которые получали только химиотерапию. ПСР тоже практически более чем в 2 раза выше в этой когорте больных, 24 против 9%. Конечно же, добавление иммунотерапии к химиотерапии повышает частоту достижения полного патоморфологического ответа, но минусом этого исследования является отсутствие стратификации по ПДЛ-статусу и отсутствие МСА-статуса. Но необходимо, конечно же, дождаться результатов выживаемости этой когорты больных. А вот добавление иммунотерапии к химиотерапии в адювантном режиме, это исследование Тракшн-5. Все исследования Тракшн проводились на азиатской популяции пациентов, это Китай, Тайвань, Корея. И в этом исследовании с огромной когортой больных, 755, это больные, которые первоначально были сразу прооперированы и по патоморфологическому заключению были отнесены к третьей стадии и они рандомизированы в две группы. Это стандартный режим химиотерапии кселокс и плацебо, и стандартный режим химиотерапии и введение неволумаба. Главной целью была оценка выживаемости без прогрессирования и что было показано. Было показано, что добавление неволумаба кодювантной химиотерапии не увеличивает ни общую выживаемость, ни трехлетнюю безрецидивную выживаемость, но, конечно же, наверное, здесь требуется более глубокое изучение по СПС-статусу. И в этом году также были представлены результаты уже трехлетнего наблюдения за больными, которые приняли участие в исследовании ЧитМИД-649. Я напомню, что это регистрационное исследование. Согласно этому исследованию, у нас стандартным первой линией терапии для больных раков и желудка стала химия-иммунотерапия при условии наличия экспрессии ПДЛ по СПС больше пяти. И что же было показано? Было показано еще раз, что именно при наличии СПС больше пяти пациенты выигрывают от назначения именно химия-иммунотерапии как с точки зрения влияния на показатели безрецидивной выживаемости, трехлетняя выживаемость 13 против 8%, так и с точки зрения влияния на общую выживаемость 21 против 10%. При этом, если мы посмотрим по вертикали на частоту объективного ответа, то абсолютно не имеет значения уровень СПС. 1, 5, 10 и так далее, в любом случае мы получили цифру частоты объективного ответа, составляющую порядка 60%. Колоректальный рак, есть ли какие-то вообще надежды у нас? Потому что если для рака желудка, кроме МСА и кроме ММР, мы можем использовать ПДЛ-статус, то для колоректального рака это только наличие микростелитной нестабильности. Так вот, в этом году на АСКО были представлены результаты исследований от ЭЗА-трайб, это больные колоректальным раком, распространенная форма, которые имели опухоль с различной локализацией, то есть независимо правосторонний и левосторонний, и не имел значения мутационный статус. Все больные получали триплет фулфаксири в сочетании с бевоцизумабом, и в первой группе больные дополнительно получали от ЭЗА-лизумаб, суммарно 8 циклов с последующей поддержкой, 5 фтор, бево и от ЭЗА, а во второй группе фулфакс, бевоцизумаб, и поддержка только 5 фтор, урацел и бевоцизумаб. И главной целью была оценка выживаемости без прогрессирования. И что мы видим? При медиане наблюдения 37 месяцев, есть небольшая только тенденция к увеличению медианы выживаемости без прогрессирования, 13,1 против 11,5 месяцев. И хотя эта разница статистически достоверна, в абсолютных цифрах она очень-очень маленькая, всего полтора месяца. И при этом влияние на общую выживаемость практически отсутствует. Посмотрели, насколько это было эффективно у больных вне микростелитной нестабильности и с профицитным статусом ММР. Мы видим, что добавление от ЭЗА-лизумаба незначительно увеличивает, и разница эта статистически недостоверна. Тогда стали проводить такой детальный анализ и попытались вычленить ту группу пациентов, которые все-таки выиграют от назначения от ЭЗА-лизумаба. Мы знаем, что разные опухоли обладают разной иммуночувствительностью, которая может определяться наличием микростелитной нестабильности, тумор инфильтрирующих лимфоцитов, наличием высокой мутационной нагрузки. Это все понятно. И вот впервые в этом исследовании появилось такое понятие, раньше мы с ним не сталкивались, как иммуноскор, иммуночекпоинт. Это такой сложный параметр, который высчитывается по плотности педель позитивных клеток и CD8 позитивных клеток. И вот больные разделяются на пациентов, которые имеют высокий этот статус и низкий статус. Если посмотреть на кривые выживаемости, то действительно вот это сплошные линии. Это больные, которые имеют высокий статус иммуноскор, иммуночекпоинт. И пунктиром это больные, у которых низкий статус. И вот больные с высоким статусом, они, конечно, существенно выиграли от назначения от ЭЗА-лизумаба. Дополнительно к химии иммунотерапии без прогрессивной выживаемости 21 против 9 месяцев. А общая выживаемость медиана не достигнута среди больных, получавших только химиотаргетную терапию, 27 месяцев. Поэтому, конечно, может быть в нашем арсенале в ближайшее время появится новый маркер для определения чувствительности к иммунотерапии. И несколько слов касательно билиарного рака. Исследование КИНО-966, это стандартный режим GP для больных метастатическим раком желчевыводящих путей. Мы об этом прекрасно знаем. И вот исследователи попытались на достаточно большой когорте больных, больше тысячи больных, оценить, насколько влияет добавление иммунотерапии к первой линии. Больные были распределены на две группы. Это GP и пембролизумаб 8 введений. И затем пембролизумаб поддержки 27 введений, чтобы суммарно получилось 35 циклов. Это два года терапии. А во втором рукаве больные получали вместо пембролизумаба плацебо. Это плацебо-контролируемое исследование. Оценили общую выживаемость. И мы видим, что, хотя разница статистически достоверна, 12,7 против 11 месяцев, но это очень-очень маленькая прибавка. Конечно, если ориентироваться на те исследования, на те локализации, о которых мы слышали утром, там колоссальная прибавка в показателях выживаемости, то здесь прибавка в полтора месяца, а прибавка в медиане выживаемости без прогрессирования вообще менее одного месяца, на мой взгляд, это вообще несущественные данные. Естественно, токсичность была достаточно высокая. 70% это осложнение третьей-четвертой стадии. И, конечно, в группе больных, которые получали пембролизумаб дополнительно, иммуноопосредственные желательные явления были практически в два раза чаще. Исследование БРЭФ-151 – это попытка добавить еще и бевоцезумаб к этому триплету GP-атеза плюс бев. Бэкграунд этого исследования состоит в том, что было предположено, что комбинация химиотерапии и антивит-GFR препаратов приводит к иммуносупрессивному состоянию микроокружения опухоли, и тогда, возможно, добавление атеза лизумаба увеличит эффект лекарственной терапии. Но что было показано? Было показано, что медиана выживаемости беспрогрессирована, абсолютно идентична. 8,3 против 7,9 месяцев медиана общей выживаемости не достигнута, а частота объективного ответа абсолютно одинаковая. Мы знаем о том, что примерно 20% случаев рака желчевыводящих путей, они несут, клетки несут на себе мутации в путях восстановления поврежденной гомологичной рекомбинационной ДНК. Это такое большое понятие, как HRD-мутации. Сюда относятся не только БРК, но и более редкие мутации. Так вот, исследователи попытались к ПАРП-ингибиторам в качестве второй линии терапии, метастатического процесса, добавить антипедиалиадинтерапию. 13 пациентов, которые получали комбинацию пембролизумаба и лапариба, лечения до прогрессирования или токсичности. И, конечно же, авторы попытались оценить частоту объективного ответа. Если бы она составила 35%, то усилить эту группу больных следующим набором до 20 пациентов. Но, к сожалению, исследование оказалось негативным. Частота объективного ответа составила всего лишь 15,3%. У двух пациентов был зарегистрирован частичный регресс. И это как раз пациенты, которые, опухолевые клетки, которых несли БРК-мутации. Когда авторы попробовали предложить комбинацию антипедиалиадинпрепаратов и ПАРК-ингибиторов в поддержке после первой линии лекарственной терапии, не дожидаясь прогрессирования, сразу перейти на поддержку ПАРК-ингибиторами и антипедиалиадинпрепаратами. Это исследование включило в себя 31 пациент. И после завершения первой линии GP, пациенты GP, FOLFOX или TC пациенты переходили в поддерживающую терапию неволумабом и рукопорибом. И здесь, конечно, попытались оценить хотя бы влияние на показатели беспрогрессивной выживаемости, хотя бы чтобы оно составило 4 месяца. Но, к сожалению, и это исследование оказалось негативным. Четырехмесячная беспрогрессированная выживаемость составила всего 54,8%. Но, тем не менее, были пациенты, которые ответили на терапию. Два пациента с частичным регрессом, продолжимым на фоне поддерживающей терапии, и медиана выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости на поддержке были достаточно высокие. Поэтому все-таки, наверное, есть какая-то когорта больных, которые выиграют от этой терапии. И в заключение мне хотелось бы сказать о том, что же на сегодняшний день мы имеем. Рак желудка и кардиосфагиальный рак. Иммунотерапия является перспективным и обоснованным направлением для лечения ранних форм опухоли с наличием MSI статуса или позитивным DMMR статусом. Переоперационная неодевантная терапия, комбинированная иммунотерапия, позволяет достичь ПСР порядка 60%, сопровождается минимальными рисками рецидива. Но помним, что это очень-очень малая выборка пациентов, и пока нет отдаленных результатов выживаемости. Нет пользы от добавления ингибиторов контрольных точек иммунного ответа к стандартной одевантной химиотерапии, и нет пользы интенсификации стандартного режима химиотерапии первой линии анти-ПД1-анти-СТЛА4 препаратами при низком уровне ПДЛ, при низком СПС менее единицы. Колоректальный рак на общей популяции нет пользы от интенсификации стандартных режимов химиотаргетной терапии путем добавления анти-ПДЛ препаратов в первой линии, и билярный рак абсолютно никакой нет пользы при добавлении ингибиторов контрольных точек иммунного ответа в сочетании или без с анти-ВИД-ДЖФР препаратами в качестве первой линии терапии. Нет целесообразности в добавлении ингибиторов контрольных точек к ПАРП-ингибиторам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...